Владимир Александрович Еваривский, советский и украинский журналист, писатель, политический деятель и народный депутат Украины, 2. Айви Виай Созывов, член КПСС с 1971 по 1990 год, биография, родился 11 октября 1942 года в селе Текливка, в семье колхозников, в 1964 году окончил ОГУ имени И. Мечникова по специальности «Украинский язык и литература» работал в СМИ на разных должностях, редактором Одесского радио, корреспондентом редакции газет «Запорожская правда», прапор юност «Литературная Украина», «Запорожского радио», киносценаристом Львовского телевидения, литературным консультантом, референтом Союза писателей УССР, заведующим отдела прозы, заместителем главного редактора журнала «Вчизна», члена СЖУ с 1969 года, Член СПУ с 1971 года, некоторое время был секретарем этой организации, с октября 2001 года до ноября 2011 года, председатель Национального союза писателей Украины, политическая деятельность. Владимир Александрович Яваривский, один из главных основателей народного руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда, в 1989-1991 годах народный депутат СССР ОТГ, Киевский, член межрегиональной депутатской группы Сахарова. В период с 1992 по 1999 годы Владимир Яваривский был главой Демократической партии Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. С 1990 по 1998 годы народный депутат Украины и два созывов возглавлял комиссию по вопросам Чернобыльской аварии, под комитет по связям с соотечественниками, проживающими за пределами Украины, комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. На протяжении 1996-1999 годов председатель комитета национальной премии Украины МТГ, Шевченко, в 1997-2001 годах, член Совета по вопросам языковой политики при президенте Украины. В марте 1998 года кандидат в народные депутаты Украины ОБЛУКО Демократических партий НЭП по избирательному округу номер 96 в Киевской области, член групп «Конституционный центр» и «Державнсадь» выборы проиграл. Народный депутат Верховной Рады Украины Айвис Азыва с 2002 по 2006 год по избирательному округу номер 123 Львовской области, член фракции «Наша Украина» в эр Украины с мая 2002 года, председатель подкомитета по вопросам свободы слова и информации с июня 2002 года, глава Полицсовета, член правления партии «Реформа и порядок» с мая 1999 года. В 2006 году избран по многомандатному округу от блока Юлии Тимошенко избирательный блок политических партий «Всеукраинское объединение», «Батькивщина», «Украинская социал-демократическая партия» номер 22 в списке, член депутатской фракции «Блок» Юлии Тимошенко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. На первом канале Украинского радио Национальной радиокомпании Украины ввел авторскую программу «20 минут» с Владимиром Яваревским, которая выходила каждую среду в 22 часа 30 минут, а также в повторе в 10 часов 30 минут в воскресенье. 7 июля 2010 года, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, вышел в эфир последний выпуск программы. После этого программу сняли с эфира во второй раз за время своего существования. Причиной закрытия программы стало решение Совета Национальной радиокомпании Украины о переформатировании вещаний и снятии всех авторских передач из эфира. 22 февраля 2014 года внес в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об отмене нормы об ответственности за выражение собственного мнения относительно отрицания или оправдания преступлений фашизма. После жесткой реакции со стороны России проект был эматозван 18 марта 2014 года. Неоднозначное восприятие повести «Вечные карты лисы» в наше время. В. А. Иваревский является лауреатом государственной премии УССР МТГ. Шевченко 1984 года за повесть «Вечные карты лисы», в которой писана деятельность ООНУПА на Западной Украине в 1942 году. В частности, трагедия села Картелесы. Ряд украинских авторов, в частности, кандидат философских наук Андрей Ставицкий, подвергают сомнению историческую и художественную ценность данного литературного произведения, а также искренность его автора. В октябре 2007 года Владимир Яваревский, отвечая на вопросы читателей интернет-издания «Главред» на вопрос о его повести «Вечные карты лисы», ответил следующий. Владимир Яваревский ответил на вопросы читателей «Главреда», «Награды премии», «Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко», «За повесть в ЧНК РТЛС», «Орден за заслуги трех степени», «Премия имени Дмитрия Загула», «Орден Христа Спасителя УПЦКП», «Литературные произведения», «Сборники рассказов о яблоке падают», «Гроздь зрелого винограда», «Сборники очерков», «Крылья, точенные небом». Здесь, на земле и в море, помнить источник права собственного имени, что же мы за народ такой, повесите с высоты сентября. «Вечные карты лисы», по его рассказу «Варвара среди варваров», «Убийма» создал телефильм «Прощание с Каиром», «Самая длинная ночь президента». Романы «Цепная реакция», «Оглянись с осени», «Автопортрет», «Своображение», «Мария с полынью», «В конце века», «Кризис».